Ребят, привет! Сегодня у нас в гостях человек, которого, ну, наверное, если вы не узнаете, то, может быть, вам не сюда, но, в общем-то, Константин Вячеславович Воронцов. И, Константин Вячеславович, начнем мы... Константин Вячеславович, там, киво... А, извините. Константин Вячеславович, да. Ну, наверное, люди вас знают прежде всего, скорее всего, по курсам, то есть вы популяризатор машинного обучения. Может быть, даже обыденный человек и не знает всего остального, что вы делаете. Наверное, большинство людей вот нашего возраста прежде всего проходили ваш курс машинного обучения и с тех пор даже вас нигде и не видели. Вот. Может быть, они даже не знают, что у вас в жизни происходит. Вот. Так что можете вначале рассказать, чем вы занимаетесь. Может быть, они даже думают, что я бот. Да. Может, судя по вопросам, которые они предлагали нам вам задать, они думают, наверное, что вы искусственный интеллект, с собственной персоной, и можете предсказать, каким он будет выглядеть в 22 веке. Вот. Может быть, вы пару слов расскажете, чем занимаетесь, что делаете, что происходит вообще в жизни. Для меня это совершенно неожиданный вопрос. Он заставил меня врасплох, потому что, наверное, список того, что я делаю, настолько большой, что я не в состоянии его помнить. Извините. Вот. Ну, наверное, что-то вспомню. Ну, можно начать с аффилиаций. Насколько я помню, сложно ставить вам аффилиацию, чем это то, с каких университетов вы профессор, и сколько у вас еще дополнительных аффилиаций после этого. Ну, вот. Сейчас мы здесь явно поставили аффилиацию Яндекса. Зачем-то. Я забрался в влоговую программу. Да. И вообще мы сидим в Яндексе. Это очень крутое место. И здесь делают очень крутые вещи. Ну, вот. Поэтому мне здесь нравится. Я иногда прихожу сюда по выходным и общаюсь со своим студентами. Вот. Раскрою секрет, меня здесь можно найти. Иногда. По выходным особенно. И даже делать интервью. Да. Вот. Но вот так вообще я на основном своем месте работаю в вычислительном центре РАН. Я там работаю со своих студенческих лет. С начала девяностых. Сейчас, правда, в моей жизни произойдет резкое изменение. Меня приглашают руководить лабораторией машинного интеллекта на физтехе. Так что мне придется перебираться снова в Долгопрудный. После того, как я окончил физтех, лет 15 я там не появлялся вообще. Впервые меня туда пригласили как представителя базовой кафедры на государственный экзамен по физике. Вот. И я шел по родным пенатам. И, во-первых, поймал себя на том, что у меня совершенно нет никакой ностальгии. Просто ни капельки. Хотя я очень люблю физтех. На электричке ехать в Долгопрудный не очень хочется. Да. Не, наоборот, это было обыденно, как будто вчера все закончилось. А во-вторых, я понял, что я сижу на госэкзамене по физике, который для меня когда-то был вообще полнейшей халявой. Я все это прекрасно знал. И он был очень легким экзаменом, потому что там проспрашивали только очень легкие вещи. Вот. И тут я вдруг сижу и понимаю, что я вообще ничего не понимаю из того, что рассказывают эти студенты. Хотя осознаю, что, по всей видимости, программа изменилась мало за эти 15 лет. Вот здесь для меня был культурный шок. Хотя я на словах всегда прекрасно понимал, что невостребованные знания очень быстро забываются. Да, забываются. Но я никогда не думал, что они настолько целиком забываются. А что вы советуете делать, чтобы не заржаветь? Ну, самый главный совет – естественные нейронные сети, как и искусственные, требуют многократного повторения одного и того же материала. То есть не надо думать, что если ты через полгода забыл какую-то важную вещь, что ты полный идиот. Нет, это совершенно общечеловеческое. Мы все такие. Просто это свойство нейронных сетей. И повторение – мать учения. То есть если вы хотите что-то хорошо знать, то возьмите на себя обязанность читать про это курс лекций, и вы никогда это не забудете. То есть после пятого года повторения одного и того же, во-первых, вы поймете, что вы можете уже сквозь сон говорить эти вещи. Во-вторых, вы поймете, что вам стало дико скучно, и вы хотите двигаться дальше и ввести в ваш курс еще что-то новое. И так вот надо развиваться. Вообще, я считаю, что современный человек, который живет в мире, где знания очень важны, должен действовать по принципу «что-то узнал, тут же расскажи другим». Хотя нет, не тут же. Надо переосмыслить, как-то это дело систематизировать для себя, еще раз очень хорошо подготовиться и только после этого идти рассказывать людям. Многие это упускают и думают, что вот прочитал статью и завтра пойду расскажу. Нет, это не так. Это вообще большой труд рассказать так, чтобы остальные тебя поняли. Но этим надо все время заниматься. Мы входим сейчас в эру, когда люди постоянно учат чему-то друг другу, и это качественно другой объем вот этой деятельности. Очень быстро все развивается. И если один что-то узнал, то очень важно, чтобы об этом тут же узнали 20 человек, которые работают вместе с ним. И это такая вот системная деятельность, она очень важна. А вот вы сравнивали естественные нейронные сети и искусственные. Вот помните, в искусственных нейронных сетях есть такая техника brain damage, и она помогает обучению. А скажите, вы пробовали наркотики? К сожалению, нет, но очень хочу. Хотите? Ну, по-моему, brain damage и dropout может включать разного рода эффекты, в том числе под brain damage. Причем, частая байка была то, что, кстати, с конференции, сейчас, ICANN, который не тираж конкурсов, он отключил на интернете, и ЕСАГУ, европейный симпозитор, на котором вплоть до 2052 года еще все метры нейросетей, включая Хинтон, она сами появлялись, это все время проходило в Брюге. И легенда гласит, что как раз brain damage, вот, это возникло во многом в процессе пьянок между этими исследователями, потому что они придумали, что, ого, давайте вот этот brain damage легализуем. Но я знаю другую историю от нейрофизиологов, что вот вообще болезнь Паркинсона есть такая штука, при которой очень интенсивно отмирают клетки головного мозга, ну, они вот из серого вещества становятся таким каким-то темным, черным, неработающим. Вот, и была история, когда делали трепанацию уже после, значит, смерти человека, и с удивлением обнаружили, что у него весь мозг черный, кроме вот маленького кусочка. Хотя этот человек дожил в добром здравии практически и в хорошей памяти до последних лет своей жизни, и ничего этого не замечал, что у него на самом деле с мозгом абсолютно все не в порядке, там осталось, я не помню сколько, ну, там 20 или 30 процентов, не помню сколько. Вот, врать не буду, может быть, здесь нейрофизиологи меня поймают на неточности. Вот, и отсюда следует вывод, что вообще нейронная сеть – это такое сверхнадежное и сильно избыточное устройство, которое, ну, вот оно загадочно устроено. Иногда маленького дэмиджа достаточно для того, чтобы полностью вывести из строя какие-то жизненно важные функции, а иногда вот постепенное отмирание приводит к тому, что оставшегося объема все еще достаточно для решения тех задач, которые сеть привыкла решать. И я думаю, что здесь есть аналогия между искусственной и, естественно, нейронной сетью. Ну, то есть, дропаус 50 плюс процентов заливать точно можно? Все ситуативно, зависит от задач. Ну, по крайней мере, привыкнуть к искусственным нейронным сетям, это нельзя сказать, что это плохое обращение с нашими маленькими справедливыми детишками. Да, мы как хотим, так с ними обращаемся. Вообще нету ничего общего практически между естественными искусственными нейронными сетями. Ребята, имейте в виду, это притянуто за уши. Не позволяйте себя обманывать, да, это совершенно разные вещи. То есть, очистка памяти после искусственной нейронной сети – это не убийство? И очистка памяти после генетических алгоритмов – это не геноцид? Конечно нет, не капель. Мы вольны делать все, что хотим, с электронными схемами, которые мы разрабатываем, и программами, которые мы пишем. Окей, вот, давайте немножко про разработку, вот, а именно про связь индустрии с Академией. Вот, у вас очень эффективно получается совмещать и индустрию, и академию, как нам известно. То есть, у вас состоит компания ProExis и свой стартап, связанный с пипер-тем. Вот, расскажите, как вам получается это эффективно совмещать? Вот, и чему Академия может научить индустрию, кроме того, что работает над будущими великими открытиями? Вот, но и наоборот, индустрия может научить Академию. Ну, это очень большой вопрос. Начнем с того, что я начну придираться к деталям и словам. Когда говорят Академия, у моих старших товарищей такое вот передергивание, потому что Академия все-таки это Академия наук России, Российская Академия наук, да, или там бывшая Академия наук Советского Союза. Вот, это все-таки мощнейший научный институт государства. Но когда мы говорим «Академики» в том смысле, в котором это слово недавно совсем перешло из английского языка в русский, мы имеем в виду просто умных людей, которые занимаются наукой. И к званию Академика никакого отношения это не имеет. То есть надо сразу оговориться, что люди, которые 15 плюс меня лет и старше, они воспринимают слово «Академик» совершенно по-другому. Это вот молодежь приучили к такому вот новоязву английскому. Вот, то есть не вполне мы вправе вольно все еще по-русски обращаться со словом «Академик» и «Академия». Это во-первых. Значит, теперь про самое главное в вашем вопросе. Как совмещать? Да трудно совмещать, но нужно. Вообще, ну такая общепринятая, общепризнанная уже вещь, что мышление ученого и мышление бизнесмена – это два совершенно разных мира, две совершенно разные системы ценностей, и поэтому им так трудно договариваться друг с другом. Попытка объединить это все в одном себе, в одном мозге – это некий челлендж, но мне кажется, это чрезвычайно интересное и полезное упражнение, через которое хотелось бы, чтобы многие из нас проходили. Вот те, кто хочет доводить научные достижения до практической реализации, до того, чтобы они начинали приносить пользу людям, вот им придется помирить эти две, в общем-то, непримиримые системы ценностей внутри самого себя. Это очень важно. И мне кажется, что вот этот новый тип людей рождается, у которых нет вот этой непримиримости, они наконец в своих мозгах это сварят во что-то общее и цельное. Я надеюсь, что это произойдет, но это непростой процесс, он не происходит ни за вечер, ни за год. О чем конкретно я говорю, когда говорю о системе ценностей? Вот такая странная вещь, но ученые не хотят быть богатыми. И здесь я бы наших слушателей призвал вот какой вещи, может быть, немножко неожиданной. Мы все-таки с вами говорим о профессии, о профессии анализа данных в частности, но вот вопрос, с которым вы просыпаетесь, наверное, каждое утро, это вопрос о смысле жизни. Зачем я живу вообще и зачем я проснулся сегодня утром? То есть, если вы это не делаете, вы для меня странный человек, потому что я это делаю всю жизнь. Но когда я начинаю откровенно говорить об этом с разными людьми, многие удивляются и говорят, что а я этим вопросом вообще не задаюсь, ну, типа, живу как живется. И мне кажется, что это неправильная человеческая позиция. И если вы каждый день переосмысливаете свой смысл жизни и осознаете свою систему ценностей, как она меняется с каждым днем, то вы и легче ответите на себе на вопрос, а ради чего я стремлюсь к своему профессиональному росту, ради чего я получаю эту профессию, ради чего я работаю. Все-таки работает значительная часть времени жизни человека, и мы ей уделяем, наверное, максимальное время, больше, чем чему бы то ни было еще. Поэтому именно к профессии в значительной степени относится вопрос о смысле жизни. И вот как ученые и бизнесмены отвечают на этот вопрос себе, гипотетически просыпаюсь каждое утро с этим вопросом. Для ученого, в общем-то, это познание мира. То есть ученый – это такой человек, у которого в одном месте зудит, и если для него где-то видна загадка или неразрешенный вопрос, то это не дает ему спать спокойно, и он хочет найти ответ. Это очень важное человеческое устремление, и мне кажется, оно естественное для человеческого существа. У бизнесмена другой ответ на вопрос. Он все-таки живет ради успеха, он живет ради того, чтобы что-то создать. Это может быть бизнес, это может быть компания. Но эти вопросы, наверное, для многих бизнесменов отодвигаются на задний план, и, наверное, многие отвечают себе, «Честно, я хочу много заработать». На мой взгляд, это совсем нехороший ответ, потому что деньги никогда не являются самоценностью, наверное, они для чего-то нужны человеку. То есть заработать много денег – это не смысл жизни, это инструмент. Возникает вопрос, а для чего тебе это нужно сделать? И здесь тоже много разных ответов. «Я хочу быть свободным», «Мне для этого много денег нужно». Или «Я хочу быть созидателем». Это очень хороший ответ, который мне очень нравится. И в некотором смысле он максимально близок к мне. То есть я все-таки исходно ученый, и мой смысл жизни – это узнавать что-то о мире. Но второй, и, может быть, даже равный по величине смысл – это что-то созидать. Насчет что? Это, может быть, компания, организация, может быть, какой-то продукт. Может быть, я хочу созидать и строить какую-то услугу, которой будет пользоваться миллионами людей, тогда я автоматически, между прочим, стану богатым. То есть это не противоречащие, а наоборот, совместимые друг с другом системы ценностей. Но в любом случае вот эта система ценностей, которая основана на том, чтобы быть социально успешным, чтобы делать компании и создавать продукты, она очень плохо совместима с системой ценностей ученых «Познавать мир». Они начинают пересекаться по одному важному элементу, когда вы хотите созидать что-то новое. И в этом случае вы понимаете, что вам нужно соединить бизнес и науку. То есть если вы хотите получить какую-то новую услугу, которую до вас никто не делал, она требует исследований, и тут вы понимаете, что вам нужны инновации. Так что соединять это можно и нужно. Как? Вопрос непростой. Я думаю, что именно конец XX века он и поставил перед человеческим эту проблему. И все активно ищут ответ на этот вопрос, находят разные ответы. И это хорошо, что ответов много разных. А вот как-то Ричарда Фейнмана спрашивали, вот вы такой успешный, вы и тут, и там, а вот как вы все успеваете? И ответ был очень простой. А никак, я не успеваю. Вот как вы все успеваете, как вы относитесь к депривации сна, и как вы вообще планируете? Да нет, я присоединяюсь к ответу уважаемого Ричарда Фейнмана, он все правду сказал. Это действительно иллюзия, что можно успеть все. Но есть несколько рекомендаций. Первое, как быть эффективнее. Ну, нельзя быть эффективным вообще, нельзя быть максимально эффективным. Но как быть эффективнее, чем вы сейчас есть? Проанализировать, на что вы тратите время впустую. Понять для себя, ну честно, это что, это вам нужно для отдыха реально? Или же там это, вы позволяете себе больше, чем нужно? Второе, есть очень мощная дыра, в которую ухается огромное количество жизненных сил, которые можно потратить с большей пользой. Это саморефлексия. То есть, если вы много времени тратите на мысли о себе любимом, то имейте в виду, что это тот вампир, который сидит внутри вас и высасывает все ваши жизненные соки. Я в свое время это понял довольно рано и делал с собой такое психологическое упражнение. Вот вы живете поседневной жизнью, задавайте себе вопрос. Вот последние пять минут, сколько времени я потратил на то, чтобы думать о своем «я»? А это вас шокирует. Величина будет близка к 100%. Вот. Потом заставьте себя мыслить внутри так, чтобы в вашем внутреннем диалоге не было слова «я» вообще. Вас шокирует то, насколько это трудно сделать. А вы говорили думать о смысле жизни, но при этом без саморефлексии получается. Как это вас большее? Конечно. Конечно. Нет, ну, когда я говорю о саморефлексии, я имею в виду ту умственную жвачку, которая, в общем-то, бесплодна. Это просто тот способ получения удовольствия от думания, который каждый из нас сделал своей привычкой. Это привычка вредная, потому что она, кроме всего прочего, приводит ко многим там волнениям, переживаниям по поводу собственной персоны, бесконечным, как я выгляжу, как я говорю, а все ли со мной так, так ли я поступил с тем-то человеком вчера и так далее. Вот мне здесь очень нравится такая буддистская точка зрения, что вчера и завтра существует только в нашем воображении, есть только здесь и сейчас. То есть, ваша активность должна быть направлена на совершение максимально эффективных действий в данный момент в соответствии с вашими планами на будущее. Но это не означает, что вот эти планы вы должны как-то вот обмусоливать, мечтать, в февре это пустое. Вот вы составляете как бы свою жизненную позицию, свою систему ценностей, вы как-то выстраиваете свою стратегию, тактику. Это не требует много времени. Времени много требует переживания по поводу того, ну, грубо говоря, да, так ли я выгляжу. Но многие меня поймут, потому что вот таких вот дурацких вопросов, которые отнимают много жизненных сил, их на самом деле сотни разнообразных, у каждого человека свои. Вот, вот надо перестать на это тратить свое драгоценное время. Понять надо одно, что единственный ресурс, который есть в жизни человека, это его время. Все измеряется временем. Вот задайте себе вопрос, можно ли временем измерить такие вещи, как благополучие, счастье, любовь, дружба, и вы поймете, что все эти вещи, которые кажутся людям вот такими важными, значимыми и неформализуемыми, они имеют очень простую единицу измерения, секунды. Это секунды вашей жизни, которая отведена у вас до смерти. На что вы ее потратите? Вот, исходя из этого, померить можно все. И в том числе вашу эффективность. Хорошо, вот я верну разговор в русло индустрии академии. Вот, на злобу дня недавно обсуждали, по-моему, в компании, про компанию H2O. В общем, иногда у представителей науки, там, не будем называть их академиками, в общем, у людей, скажем так, со степенью PHD, есть такое воскомерное отношение к макакам из индустрии, кто сидят и там тыкают кнопки. Вот, но в частности это было мнение компании H2O, то есть кто-то просто так сказал, вырезал мысль, что, ну, что с компанией, мы там никого не знаем, там, походу, никого даже степени PHD нет. PHD по машинному обучению. PHD, да, по машинному обучению, хотя мы прекрасно знаем, что H2O, это классная компания, делает отличные продукты, софтвер, такой, и вот, и вот как вы относитесь к этой позиции и такой связанный вопрос, а вот чем в индустрии лучше человек со степенью PHD, чем человек без такой степени? Есть ли какие-то преимущества? Ну, знаете, я люблю вот такие ситуации, когда кто-то про кого-то не очень хорошо думает, тут же обращать в противоположную сторону. Макаки, которые сидят и делают вот это за компьютерами, точно так же думают о тех людях, которые защитили PHD, и к диссертации нафиг никому не нужны, потому что в них были какие-то заумные теоретические изыскания, которые может понять ну, только 5-10 человек во всем мире. Вопрос, зачем это нужно? И, как бы, это снова столкновение двух вот тех разных систем ценностей, о которых я сказал. Никто из них, на самом деле, не имеет морального права относиться к другим с презрением. Одни люди пытались разобраться в каких-то теоретических вопросах, им было интересно понять, как устроен мир, одна система ценностей, одна культура, а другие люди делают продукты, которые будут радовать третьих людей. Это другая часть нашего мира, другая культура, и они обе ценные и имеют право на существование. Никто из них не должен относиться к другим людям с презрением, они обе достойны уважения. Не достойны уважения только те PHD-диссертации, которые делаются исключительно с целью своей карьеры, на мой взгляд. Но таких, в общем, мне кажется, да нет, много. 99% всего лишь? Да нет, ну что вы. Нет, конечно, я думаю, что большинство людей делают диссертации ради двух вещей. Первое, это действительно интересно. Не, ну, чтобы сделать диссертацию и три года на ней работать, это должно быть просто чертовски интересно, иначе вы просто не дойдете до конца этого пути. Это первое. Ну, и второе, что все-таки, ну, вы хотите своей работой продвинуть какое-то научное исследование вперед, да, то есть какую-то нерешенную проблему, которая до вас стояла, вот вы ее все-таки решили, вот, это, ну, это клево. Вот тогда, да, хорошо, дальше поговорим про науку. Недавно сотрудник Мэйла Эдуард Тянтов опубликовал вот буквально неделю назад статью «Достижение глубокого обучения за 2017 год». Отличная статья, то есть, вот тоже, ребят, всем рекомендую почитать, посмотреть, очень толковая. Подробно я ее прочитал, где-то даже переходил по ссылкам, смотрел оригинальные статьи. Радует, что есть один отечественный коллектив, товарищи, которые с помощью автоэнкодеров создают новые канцерогенные вещества. То есть, в нейронную сеть можно скормить структуры молекул, там, молекулярные графы веществ, про которые мы знаем, что они борются с траком, и порождающие сети по сути создают новые такие молекулы, и врачи там проверяют, про некоторых из них знают, что это канцерогены, некоторые действительно получаются новые вещества. тем не менее, я почитал, посмотрел, нигде, ни Яндекса, ни Мейла, ни вообще каких-то отечественных коллективов исследовательских. И, ну, может быть, я там не видел, допустим, и Apple, но все равно понятно, что там большинство исследований или вот этих новшеств в области диплёрлинг, они приходят либо из индустрии, либо из академии, но которые делают сейчас на Западе. Встает, конечно же, вопрос, как мы будем Запад догонять, и более того, у меня развернутый такой вопрос получается, я был на конференции ИЧКИ в прошлом году, одна из топовых по искусственному интеллекту, там в секции про индустрию я слушал китайцев, Tencent, и у меня вообще, на самом деле, челюсть упала от того, насколько далеко они ушли вперед, то есть у них реально в бизнесе сейчас уже решаются прямо все основные задачи диплёрлинг, у них по сути-то иероглифы, у них задача даже и сложнее, там и с письменностью, и с речью, но у них все это уже давно работает, все это делают по 3-4 коллектива там из 100 человек китайцев, то есть они друг с другом конкурируют, и может быть не так они это афишируют, но у них зато это реально уже работает в деле. И тут как-то я просто сам понял, что нам уже надо догонять не только Запад, но и Восток. И получается вопрос такой может быть философский, то есть как нам, имеет ли нам смысл подключаться там к таким космополитическим исследованиям, к группам в индустрии, в науке, то есть просто вливаться в коллектив и уже там на национальность не смотреть, либо нам надо как-то все-таки вот сейчас резко догонять и обгонять, и тогда вопрос какими силами это делать, какими средствами, есть ли у нас вообще такой шанс? Ну, я считаю, что обгонять и догонять очень нужно и очень важно, причем не поодиночке распыляться и уезжать на восток или на запад, а именно догонять здесь. Ну, это вообще развитие искусственного интеллекта это стратегическая задача любого государства, который хочет сейчас считаться развитым. Поэтому надо и нет у нас другого выхода, кроме как догонять. Но по поводу того, что вы погуглили один вечер и ничего не нашли, это камень в огород поисковых систем, во-первых, а во-вторых, в общем, камень в ваш личный огород, потому что считать, что вы можете с помощью вот этого поиска найти все, что нужно за один вечер и стать компетентным, это глубокое заблуждение. И я призываю таким заблуждением значит не страдать. Действительно в России много коллективов, которые занимаются и компьютерным зрением, и глубокими нейронными сетями, и тоже имеют свои достижения. Просто, может быть, нет информации в интернете об этом, это во-первых. Во-вторых, ну, вы плохо ищите, да. И в-третьих, современные поисковые системы не заточены под задачу найти что-нибудь на заданную научную тему. Вы можете быстро найти лекарства в ближайшей аптеке, но получить какой-то правильный вход в новую область знаний, какой гуской она ни была, вы не можете. Этому современные поисковые системы просто не удовлетворяют. Они никогда не ставили перед собой такую задачу. И, в общем, даже понятно, почему. Ну, это я уже тут начинаю садиться на моего любимого конька, потому что это тема моего научного интереса. Как сделать поиск для ученых. Ну, опять же, продолжая эту историю, на тех же самых НИПСах, СИМЛах, можно видеть, как бы, и, например, вручили, ребята из группы Ветрова, и из группы Петровского. Так что, может быть, это была баясья статья на хабре. Ну, потом проект Ай Павлов Михаила Бурциона в Фестехе, сейчас он только начался, но там уже очень серьезный коллектив с глубокой экспертизой по глубокому обучению, это очень здорово. Есть люди, которые, ну, наверное, первыми в наше сообщество принесли весть о том, что на последних конференциях по компьютерному зрению произошел прорыв. У нас была конференция, я не помню, то ли в 12-м, то ли в 13-м году, вот, и Юрий Валентинович Визильтер из ГосНИАСа, который недавно, вот, буквально только-только побывал на этих конференциях, нам вообще всю картину развития компьютерного зрения на тот момент на нашей конференции, вот, у него был пленатный доклад, очень хорошо изложил. Вот, и они в ГосНИАСе, я точно знаю, что их отдел занимается этой тематикой очень давно, и как только они увидели, что в компьютерном зрении этот прорыв произошел на основе глубоких сетей, они тут же этим занялись. То есть, экспертиза есть, но она не всегда видна по тому, что вы можете найти в интернете за 10 минут. В итоге глубокая, а не глубинная. Я сторонник глубокого такого перевода на русский язык, и когда-то у нас с Димой Ветровым была глубокая перепалка в мейле по этому поводу, в мейле, в смысле, в переписке. Я считаю, что слово глубинное, оно имеет в русском языке другой смысл совсем. Глубинным бывают залегание нефти, бомбометание, отложение и так далее. То есть, это все-таки что-то вот про океан. А глубокое это более математичный термин, потому что суперпозиция функции может быть глубокой, но не глубинной. А нейронная сеть это именно суперпозиция функции и никакого отношения к донным отложениям она, извините, не имеет. Поэтому все-таки глубокое. А те люди, которые хотят в это внести, в общем-то, на мой взгляд, ненужную дополнительную эмоцию, вот, они говорят глубинное, но это на их совести. Все-таки я считаю, что надо быть более академичными и глубоко это правильно. Продолжая тему развития машинного обучения, вот, нетрудно видеть, что сейчас в статей пишется просто какое-то космическое количество, за всем этим поспевать абсолютно нереально и даже с каким-то конкретным направлением возможно очень сложно. А вот скажите, за какими направлениями следите или, может быть, за какими конкретно авторами машинного обучения? Ну, здесь есть общая рекомендация, надо просто читать топовые статьи на топовых конференциях, постоянно и регулярно просматривать арксив, буквально каждый день смотреть, что там появляется нового, и тогда вы будете в курсе. То есть, нельзя сказать, что вот какие-то области было бы неправильно, потому что через две недели появится новая область, а я ее сегодня вам не назову. А общий принцип состоит в том, чтобы исповедовать вот такое правило в жизни, что день без прочитанной статьи прожит зря. Это правило хорошо подходит для ученых, оно им просто жизненно необходимо, иначе вы диссертацию не напишете нормально. Но люди, которые работают ресерчерами в области дата-сайенс, они, в общем-то, тоже должны следовать этому правилу. Ну, хорошо, не раз в день, но хотя бы раз в неделю. Ну, просто есть источники, они совершенно понятны, где вы действительно прочитаете последние новости. Если вы хотите следить за хайпом, следите, но я опять-таки считаю, что если вы ученый, у вас должен быть долгосрочный научный интерес, который идет где-то вот все-таки сбоку от хайпа. Мне не очень нравится, когда все кидаются на одну и ту же хайповую тему, и к чему это приводит? Конечно, к тому, что именно эта область начинает развиваться очень интенсивно, и когда там тысячи ученых работают над одним и тем же пулом проблем, наверное, они эти проблемы быстрее решат. И это, с одной стороны, правильно. С другой стороны, неправильно складывать сияльца в одну корзину, и мировая наука, как некий такой живой организм, она все-таки должна двигаться по всем фронтам одновременно, и неправильно бросать какие-то направления. Мы знаем очень много грустных историй про то, что направление когда-то было заброшено, потому что все, кто им занимались, ушли в какие-то другие хайпы, и потом вдруг через 15 лет мы на круге свое возвращаемся к этому же, и оно становится теперь хайпом. Но никакие направления в науке не достойны того, чтобы их забрасывать и заниматься только чем-то одним. Ну, чтобы не быть голосновым, история с многорукими бандитами, например, ведь это же направление, оно возникло, и потом было совершенно заброшено и забыто. И когда все вдруг осознали, что в машинном обучении возникает все больше и больше приложений, где обучаться надо по мере поступления данных и не по ответам учителя, а по некой реакции среды, то все снова вспомнили про эту проблематику. И она из такой чисто теоретической когда-то поставленной задачи о том, что давайте мы будем обучаться более правильно, не когда учитель дает нам правильные метки, а когда ситуация более похожая к жизненной, к реальной, в которой люди обучаются. так роботов обучают, но так обучаются и люди, и животные. И это когда более естественно, если смотреть на то, что такое обучение само по себе вообще. И когда возникла масса бизнес-приложений, эта схема обучения снова стала в моде, и они вспомнили. Но там был период зимы, как были зимы в истории нейронных сетей, когда о них практически все забывали, разочаровывались, но потом это снова возникало. То есть в науке никакое направление нельзя считать совсем уж немодным и ставить на нем крест. Вполне возможно, оно потом снова возникнет. Как раз про среднюю и старшую школу следующий вопрос, он был скорее больше про ближайшее будущее. Мы уже видим, что все, больше и больше молодых энтузиастов приходят на покатоны, в том числе они умудряются на этих покатонах даже что-то из подружных средств позапускать с машинным обучением, там, мегасетки попробовать, и среди них мы все чаще видим школьников. Вопрос про какое-то ближайшее или не очень ближайшее будущее. Вот как скоро мы увидим машинное обучение или хотя бы статистику школьных программ? Это очень правильный вопрос. Мы сейчас как раз с коллегами на физтехе об этом думаем и пытаемся собрать какое-то такое сообщество из единомышленников или примкнуть к уже существующим сообществам школьных учителей, в первую очередь информатики, математики, которые хотели бы и имеют энтузиазм продвигать дата-сайенс в школе. Мне кажется, что это нужно. Может быть, сейчас это чуть-чуть преждевременно, но мы с этим обязательно столкнемся в следующие десятилетия. Что действительно это та профессия, которая обязательно с высшей школы перейдет на уровень средней школы. В каком виде перейдет? Это очень интересный вопрос, потому что любую хорошую идею можно довести до полного идиотизма, если реализовать ее без ума. И если школьнику начать рассказывать про аксиомы теории вероятности, то возможно это напрочь загубить эту идею. с другой стороны, если школьнику объяснять, что есть масса востребованных, интересных, прикладных задач, показывать примеры, а их сейчас очень легко найти в YouTube, примеры того, как вот один нашумевший пример. Один программист разобрался в том, как построить нейронную сетку и сделать программу от видеокарты, которая распознает соседского кота, который пришел на участок и включает поливалку, чтобы он ушел. Но это такой громкий пример, и самое интересное в нем то, что вот этот человек все это сделал за два дня. То есть он задался целью за выходные разобраться с проблемой соседских котов на своем участке и натренировал нейронную сеть. Но при этом проблема-то была еще и в том, что не просто кота надо распознать, а надо научиться отличать кота от собаки, от собственных детей, от соседских детей, которые пришли в гости, от людей, да просто от птиц, которая прилетела. Хотя может быть птицу тоже неплохо было бы палить. Вот такие вещи сейчас доступны. Ну, да, человек хороший инженер, он понимал, как это сделать, он это сделал, но кажется, что вот это уже почти лего-конструктор. То есть вот такие технологии можно собирать из кубиков. Другой пример, тоже из ютуба, не менее нашумевший, это тоже один инженер решил помочь своей матушке престарелой на своем огороде решить проблему сортировки огурцов. Вот урожай огурцов, и он сделал такой мини-конвейер тоже с видеокамерой, который отличает хорошие огурцы от плохих, и хорошие летят в одну сторону, а плохие он пихает в другую сторону. Значит, нужно написать программу распознавания огурцов по сигналу, приходящему с видеокамеры. Ну, в общем, тоже задача на современном уровне для современных нейронных сетей и технологий компьютерного зрения вполне решаемая, причем решаемая, собираемая из кубиков. Вот тебе, пожалуйста, задача для школьного кружка по робототехнике собрать вот такую вот штуховину, которая, значит, распихивает огурцы по двум корзинам. Извините, обучать выборку? Показывать сотню хороших огурцов и плохих. Да, да, собирать обучающую выборку. Я не знаю, как с котами человек обошелся, но я более чем уверен, что он использовал притрейнт сети с имиджнета. Может быть, он использовал притрейнт сети с конкурса, где распознавали котов на видеокадрах из Ютуба. Там понятно, что уже почти все готово было для того, чтобы сделать это решение. Но какая-то обучающая выборка должна быть, конечно, там контрпримеры надо насобирать. Я детали не знаю. Если бы соседский кот и его личный кот были разных пород, то в имиджнете разных пород может быть вообще... Ну, в том числе, да. Я детали не знаю, как были решены эти задачи. Наверное, интересующимся будет нетрудно найти эти примеры в Ютубе и докопаться до этой истории. Может быть, написать письмо тем людям, которые это сделали своими руками. Это очень интересно, мне кажется. Но вот такие истории, они просто обязаны стать тиражируемыми. Они понятны. Понятно, что это уже некий лего-конструктор из технологий. И это доступно для школьников. Да, школьники не будут понимать, как устроены нейронные сети на глубоком уровне. Они не будут знать математики, они не будут знать, что такое Ада-Град или Адам, они не будут знать, что такое градиентный метод, но они будут иметь мощнейшую мотивацию узнать обо всем об этом, когда они начнут уже изучать теорию вероятности, оптимизацию, машинное обучение. И, может быть, самые заинтересованные начнут это изучать сразу. Знаете, на самом деле вот то, что мы подняли, да, вот история о том, как в школе изучать какую-то инженерную область, которая нам кажется заоблачно сложной, на самом деле это всю жизнь было. Вспоминаем кружки авиамоделизма, вспоминаем там 20-е, 30-е годы, и если бы в Советском Союзе и Германии не было бы столько кружков для молодежи, которые привлекали людей к самолетостроению, то не было бы такого мощного, не было бы Люфтваффе в Германии, не было бы наших замечательных летчиков советских. То есть, вот эта вот инженерная деятельность, которая вовлекает людей со школы, она очень важна, потому что, имея мотивацию сделать что-то практичное своими руками, люди очень быстро достигают больших высот. И я вспоминаю себя, я в шестом классе захотел собрать свой собственный детекторный радиоприемник. Я ничего не знал об этом, я не знал, где достать об этом информацию, у меня папа тоже никогда не занимался радиолюбительством, хотя и был профессором. Вот, и я как-то сам в этом соку пытался вариться. И я прекрасно понимаю, что когда вот у молодого человека, даже у ребенка, возникает такая собственная мотивация вот сделать что-то, то любые преграды преодолеваемые. То есть, возьмешь университетский учебник, наткнешься на сложности, сам разберешься, значит, какие еще курсы ты должен пройти, чтобы понять то, что там написано, чтобы разобраться в так нужной тебе области. И не важно, что это, радиолюбительство, авиастроение или теперь новый хайп, искусственный интеллект, значит, человек, который захотел это делать своими руками, он в деталях разберется сам, а если ему помогут, он разберется в 10 раз быстрее и лучше. То есть, ну, надо помогать таким людям, надо, чтобы были кружки, надо были, чтобы были какие-то центры, где вот такие дети, которые вот этот вот огонь интереса к какой-то области сами в себе нашли, чтобы они могли туда прийти, этим заниматься под руководством опытного наставника. и очень важно найти таких людей, которые готовы с детьми этим заниматься. Хорошо, а вот в противовес вот этому собиранию из кубиков или из лего статья довольно известная Андрея Карпатова, называется как-то типа «Yes, you need to understand backpropagation», и он придерживается того мнения, в общем-то, в этом холиварном таком вопросе, что Data Scientist хороший все-таки должен знать математику. Если он показывает на примере, ну, пожалуй, величайшего алгоритма машинного обучения, backpropagation, обратно, раз, с ним на ошибки, он показывает, что без понимания этого алгоритма вы, обучая нейронную сеть, столкнетесь с такими проблемами, типа там взрыв градиентов, и вы, ну, тупо потратите в четверо больше времени, если вы не понимаете, как оно изнутри работает, если для вас это чернежка. И вот, да, действительно, мы там людям рассказываем, там, курс ведем, я вот ставил себе задачу как раз такой оптимальной по соотношению теории и практики курс создать. И вот все-таки, наверное, было бы интересно ваше мнение вот в этом споре в вечном. Нужна ли так уж математика Data Scientist? Я абсолютно убежден в том, что нужна. Более того, вы можете быть уверенными, что вы поняли некий метод до конца, если вы готовы пойти и его от начала до конца запрограммировать. То есть я, когда свой курс начинал разрабатывать по машинному обучению в 2004 год, я поставил себе именно такую задачу, потому что я как программист с 15-летним стажем на тот момент очень хорошо понимал, что если вот передо мной стоит задача запрограммировать некий алгоритм машинного обучения, это инженерная задача, я должен понимать его с точностью до каждой буковки. и моя задача как преподавателя в таком случае в курсе машинного обучения привести человека, слушателя от постановки задачи через всю математику к тому состоянию, когда он скажет, да, я готов пойти это запрогать, я тут понял все. И вот это вот моя задача, но надо понимать, что есть два типа аудитории, есть специалисты в Data Science, которых мы готовим к тому, чтобы они были разработчиками новых методов. Вот они должны знать математику именно на этом уровне, чтобы уметь разрабатывать, создавать новые алгоритмы. Но таких людей нужно относительно немного, потому что огромное количество алгоритмов уже сделано, и если вы хотите сделать свой тысяча первый алгоритм, вам нужны очень веские и очень профессионально аргументированные соображения, чтобы доказать сообществу, что ваш алгоритм действительно нужен. Столько уже всего сделано, что это становится проблемой для человечества, разобраться в этом огромном ворохе алгоритмов и всегда иметь возможность найти и выбрать алгоритм, адекватный для вашей задачи. И только в небольшом проценте случаев понять, что ваша задача настолько уникальна, что она требует разработки нового алгоритма, и тогда ваша математика это ваш хлеб, ваше самое главное умение, которое вас приведет к успеху. Но такова жизнь, что процентное соотношение необходимости разработки новых крутых алгоритмов и просто умение воспользоваться уже готовыми, соотношение, к сожалению, 1 к 99. То есть в одном проценте случаев вам действительно нужно решать уникальную задачу. Но если вы математик, если вы прикладной математики, если вы хотите действительно делать теоремы, которые приводят к алгоритмам, которые приводят к технологиям, которые приводят к продуктам, которые приводят к бизнесу, которые радуют людей, люди готовы платить за это деньги и большие, потому что таких пользователей миллионы. И дальше по цепочке эта благодарность обществу вернется к вам и вам заплатят за вашу теорему. То есть если вы математик в Data Science, вы должны, во-первых, четко представлять себе всю эту цепочку создания ценностей. и вы должны понимать, как это работает и что вы трудитесь на самом деле не только ради красоты этой математической теоремы или нового тысячеперого метода, который вы создаетесь, но вы трудитесь ради того, чтобы эта технология в итоге порадовала миллионы людей. И тогда общество вам отблагодарит, а иначе зачем общество ваша теорема? Но может быть общество отблагодарит, когда уже будет слишком поздно и вы будете лежать в могиле, потому что вы просто не доживете до того времени, и все, когда говорят о пользе математики, приводят в качестве примера канонический пример Эвариста Галуа, который создал теорию групп, но его оценили только через полсотни лет. Но, к сожалению, его уже тогда не было к этому времени. Таких историй в математике больше, но на порядке больше таких историй, когда создали красивую, очень сложную, но, к сожалению, никому непонятную теорию, и она так и легла на полку. Нам нужна об этом помощь. Поэтому, да, если вы математик и собираетесь разрабатывать новые алгоритмы, вы должны сами найти себе именно ту нишу, вам будет очень трудно ее найти, где действительно возникают фантастически трудные новые челленджи, новые задачи, где нужны новые алгоритмы. Новые алгоритмы нужны для новых постановок. Они постоянно возникают, и в машинном обучении, наверное, каждый год появляется какая-то новая задача, которую никто до этого не решал. Новый тип постановок задач. Вот там нужна одна математика, и действительно какое-то количество теоретиков необходимо. Необходимо дальше еще некоторое количество математиков, которые будут разбираться в этих теориях, и делать из них эффективные алгоритмы. То есть, это более ближе к компьютер-сайенс, чем к математике. Надо научиться распараллелить, например, или сделать распределенные алгоритмы, и придумать какие-то алгоритмические ухищрения, которые позволят решить задачу. Тоже математическая работа, но она ближе к инженерии все-таки. А вот людей, которые умеют пользоваться готовыми алгоритмами, чтобы решать задачи, их нужно в сто раз больше. Ну, может быть, в сто, я не знаю, может быть, в пятьдесят, может быть, в пятьсот. Я могу ошибиться даже на порядок, но кажется, что вот проблема, как преподавать компьютер-сайенс и проблема больше математики или больше инженерии, она имеет такой ответ, нужно и то, и другое. Но математику вы должны преподавать какому-то очень тщательно отобранному множеству людей, которые готовы это воспринимать, которые осознали себя как творцы, конструкторы новых методов и делают это осознанно. Вам нужно найти таких людей и преподавать им крутую математику. Основной массе нужно преподавать навыки, как пользоваться, и таких людей в сто раз больше. И им тоже нужно рассказать об экпропагейшене, но им нужно рассказать, им не придется сталкиваться вот с этими проблемами плохой сходимости или с чем-то еще почему, потому что все эти проблемы тоже решены для них. Есть готовые кубики, которые позволяют вам настраивать нейронные сети правильно, и в них встроены уже новые недавно созданные инструменты для того, чтобы делать это хорошо. То, чего не было там еще 20 лет назад. И этих людей нужно обучить правильно этим пользоваться. Чтобы правильно пользоваться, они должны знать, что такое бэк пропагейшн, и что такое градиентный спуск, и что такое метод градиента. Но это не то математическое знание, которое нужно давать людям, которые будут новые технологии разрабатывать с нуля. это просто для понимания, для понимания, что на кожухе этого черного ящика, он для них не должен быть ни черным, ни прозрачным, он должен быть полупрозрачным. То есть, некое общее понимание для того, чтобы правильно им пользоваться. То есть, когда я веду машину, я понимаю, что в принципе у нее там есть то-то и то-то, но в двигателе никогда не лазил. Вот примерно так же, на том же уровне. Летчик, когда самолетом пользуется, он много чего знает про самолет, но он не знает его до винтика, естественно. Вот такой, какая-то золотая середина, какой-то такой уровень владения материальной базой, вот он должен быть. И ответа у меня тоже нет. Вот у меня такой половинчатый ответ, состоящий из двух частей, что если вы работаете с математиками, то вы должны им теоремы рассказывать и доказывать. Если вы работаете с инженерами, то вы должны все-таки больше научить, как обращаться с этими технологиями. И, наверное, существует что-то промежуточное. Вот мой курс так исторически получилось, что он промежуточный. С одной стороны, он математический. Я считаю, что все-таки машинное обучение это математическая дисциплина. И некоторые жалуются, что слишком все непонятно, но я делаю это нарочно, и даже мне как-то удалось, мне кажется, даже чуточку обмануть Курсеру, когда мы делали наш курс Яндекса и Вышки на Курсере. Они мне все время говорили, что надо попроще, надо резать лекцию на кусочки по 8 минут, но я все-таки давал там больше математики и резал на кусочки по 16 минут. И многие на это жаловались, но люди, которые были готовы воспринимать математику, говорили мне спасибо, я понимаю, что это моя аудитория. Я не считаю, что нужно ориентироваться на средний уровень аудитории, я считаю, что всегда нужно задирать планку чуточку выше, на эпсилон выше, надо приучать людей тренироваться, чтобы они были чуточку спортсменами, чтобы они каждый день пытались прыгнуть чуть выше своей головы. Если мы будем ориентироваться на средний уровень и ниже среднего, мы будем опускать образовательный уровень нашей аудитории. Но если мы хотим благородную миссию выполнять, то нам надо тренировать наших слушателей. Да, мы можем потерять 50% аудитории, многие не выдержат трудностей, но это правильно, это спорт, немножечко спорт. Так что слышали? Идите разбирайтесь в огромной статье четвертой и бейте бенчмарки в соревнованиях, Кэггл. И вот про Кэггл мы, наверное, еще хотим спросить тоже. Про Кэггл я хотел спросить, на самом деле, сейчас такую вещь, действительно, статистика, это математическая дисциплина, машинное обучение, как вы его понимали, это тоже четко выверенная математическая дисциплина. Сейчас есть еще зонтичный термин Data Science, он же наука о данных, анализ данных, который объединяет себе и инженерные, и прикладные вещи, и внутри Data Science надо знать и машинное обучение. И вот сейчас вот еще появился искусственный интеллект, который называют все подряд. И вот интересно, как вы относитесь, во-первых, к вот этим вот разным вывескам про то, чем мы занимаемся, а во-вторых, что же такое искусственный интеллект? Ну, мне нравится термин Data Science, он такой вот по сути правильный, действительно зонтичный, и действительно очень важно человеку не кидаться в крайности, если ты хочешь быть Data Scientist, то нужно быть немножечко математиком, и знать технологии, и быть готовым разговаривать с бизнесом, и с людьми из любых предметных областей. Сегодня у тебя может быть медик, завтра у тебя будет геолог, послезавтра у тебя будет продавец. И это нормально. И в этом, мне кажется, основная интересность нашей профессии, что вот она такая мультидисциплинарная, по сути. Так, я немножко потерял эти вопросы. Да, про искусственный интеллект термин возник очень давно. Я в 89-м году закончил первый курс на физтехе, и летом задался целью понять, что такое искусственный интеллект. Я обложился кучей книжек, которые я взял в библиотеке, я понял, как устроена программа Сэмюэля для игры в шашки, я понял, как распознавались трехмерные сцены, много чего осознал про системы продукции, экспертные системы тоже узнал. Ну, в общем, для меня искусственный интеллект – это вот эта вот область знания. Машинное обучение выделилось изнутри искусственного интеллекта не сразу, но я бы так сказал, если грубо, то искусственный интеллект – это просто такое крутое программирование, когда мы пытаемся запрограммировать умные программы, создающие иллюзию интеллекта. И вот программа для игры в шашки, потом в шахматы, вот она была как раз примером, когда мы вынимаем из экспертов их знания, пытаемся уложить их в систему, это может быть система продукции, фреймы или какие-то другие способы, это все сейчас уже в значительной степени устарело. Потом возникло понимание, что очень быстро мы сталкиваемся с барьером сложности, и если вы сделали систему правил, если то, из нескольких сотен штук, то вы не понимаете, где они вдруг начинают входить в противоречие, или система вывода на этих правилах начинает как-то не очень логичные выводы делать. То есть это очень быстро приходит к такому вот неуправляемому росту сложности. Потом пришло машинное обучение, которое говорит, ладно, не надо вот столь детально переносить знания экспертов из их голов в компьютер, это бесперспективный путь, по всей видимости, давайте мы будем компьютерные алгоритмы обучать по обучающим выборкам. И тут возникла мощная смычка со статистикой, потому что статистика давно этим занималась. Это, значит, искусственный интеллект и статистика, они развивались параллельно, статистика, естественно, более старая наука. И вот что такое регрессия, да, это область статистики или область машинного обучения? Да Бог его знает, да не важно на самом деле. Если вы понимаете регрессию или вы не понимаете регрессию, какая разница, прочли вы, значит, узнали вы про регрессию из курса эконометрики, или из курса математической статистики, или из курса машинного обучения. Может быть, даже кто-то в курсе искусственного интеллекта выдумал рассказать про регрессию. Совершенно неважно. Вы просто будете знать регрессию. Это такой вот метод, который решает определенный круг задач. Как понимать термин искусственный интеллект? Его почти забыли. Было некое понимание того, что в искусственном интеллекте есть два мощных направления. Это либо экспертные системы, которые основаны на непосредственной формализации знаний экспертов, либо это самообучающая система, то есть это машинное обучение. В какой-то момент машинного обучения явно стало больше, то есть оно стало вытеснять с собой экспертные системы, хотя в каких-то приложениях они до сих пор используются. Вот. И если почитать, например, я очень рекламирую всем и всячески, если найдете, обязательно прочтите отчеты Белого дома США конца 2016 года о влиянии искусственного интеллекта на экономику будущего, на то, что мы называем цифровой экономикой. Это одни из последних достижений администрации Обамы, причем мне очень нравится, как они подготовили эти отчеты. Это такой вот хороший образец взаимодействия между властью и наукой. То есть вместо того, чтобы как-то там кулуарно говорить о технологических тенденциях и из этого выводить понимание стратегии развития технологий в стране, они просто организовали пять или шесть научных конференций в ведущих университетах страны. То есть вы где-нибудь видели, чтобы власть приходила и организовывала настоящие научные конференции. Вот они это сделали. Причем повестка дня была объявлена заранее. В этом всем поучаствовало около трех тысяч ученых. И они по результатам этих конференций написали три очень понятных, очень хорошо написанных отчета. Страниц по 30-40 каждый. Отчеты написаны с огромным количеством ссылок на источники. То есть они читаются как сами по себе научные работы. И в них без всяких хайпов и без каких-то перегретых ожиданий описано, что действительно реально сейчас происходит в искусственном интеллекте. и где вот центры, которые, центры компетентности, центры, в которых зарождаются технологии. И что от этих технологий ожидать в ближайшие десятилетия. И соответственно, как перестраивать экономику, как нам всем дальше с этим жить. Это очень полезные материалы, которые обязательно надо прочитать каждому дата-сайенсисту. Найти и прочитать обязательно. Но возвращаясь к вопросу о том, что же такое искусственный интеллект. И почему я вдруг сейчас вспомнил эти отчеты Белого дома США. Потому что, вот если вы будете их читать, там везде написано Artificial Intelligence. Время от времени там написано Machine Learning. Но из содержания и из контекста вы начинаете понимать, что там поставлен знак равенства между двумя этими вещами. То есть, машинное обучение окончательно якобы вытеснило все остальное, что было в Artificial Intelligence. И сейчас люди понимают эти две вещи как синоним. И, ну, разве что, да, то есть, что в искусственном интеллекте всегда было, да, это reasoning, да, то есть, это моделирование рассуждений, как люди рассуждают. Это система дедуктивного вывода. Где они сейчас используются? Ну, где-то используются. Сейчас, может быть, очень активно будет развиваться система вероятностного вывода. Не знаю, может быть, через 5-10 лет это станет новым хайпом в машинном обучении. То есть, это действительно, это искусственный интеллект в том смысле, что он пытается моделировать то, как люди принимают решения, рассуждают. Вот, это всегда было компьютерное зрение, понимание сцен, да, но компьютерное зрение тоже выделилось в какую-то особенную область. И там внутри масса машинного обучения, просто там все на нем построено. Из-за того, все-таки нерешенные проблемы, типа, эффективного вывода там в логиках первого порядка. Это как чистый искусственный интеллект, и вроде машина обучения туда еще не проникла. Мы никогда не будем с помощью данных моделировать стандартные логики. Да, да, да. Ну, эта задача, она остается. И ждет своих решателей. Но вот я сейчас не вижу, чтобы для нее была такая практическая востребованность, как для задач машинного обучения. Наверное, предпоследний вопрос. Такой вопрос, то есть, курс по машинному обучению пока не надо переименовывать введение искусственного интеллекта? Нет, не надо, потому что искусственный интеллект все-таки еще долго, я надеюсь, будет оставаться синтетической области, в которой много есть всего, кроме машинного обучения. Я возвращаюсь к тому, что я сказал в самом начале. Не надо отказываться ни от каких научных областей, тем более в которых есть многолетние, там, многими десятилетиями, многими тысячами ученых сделаны наработки полезные. Никто не знает, когда это выстрелит. Это знание, его, да, можно на время отложить на полку, можно сделать ему гибернацию. То есть, будут небольшое количество фанатов, коллективов по всему миру научных, которые продолжают заниматься теми или иными исследованиями. Но в таком режиме нейронные сети продолжали существовать некоторые периоды своего развития. И многие вещи из искусственного интеллекта, они, ну, во-первых, их можно считать нишевыми, да. То есть, они сейчас имеют приложение, но их гораздо меньше, чем вот тот хайп, который мы понимаем сейчас под развитием искусственного интеллекта. Но пусть они развиваются, пусть некоторое время они будут нишевыми, их обязательно надо продолжать развивать, но в какой-то момент именно там, может быть, случится очередной прорыв. Об этом не надо забывать. То есть, наука всегда развивается очень замысловатыми зигзагами. Не надо, ни от чего не надо отказываться до конца. Вот, может быть, слегка неправильно, что, может быть, мы вас слегка уже утомили, но все-таки хочется... Да нет, это я вас утомил. Я говорю, а вы тут сидите расслабленные такие, что-то слушаете, почти заснули уже. Да, плюем. Хочется, да, вопрос все-таки один, который лично меня мучает, именно по теории. Вот мы видим, что в большинстве задач очень здорово работают лес, бустинг, основанные, в общем, методы основанные на деревьях, что вот лично меня волнует, что они даже зачастую работают хорошо в тех задачах, когда у нас там, допустим, просто количественные признаки, и вроде бы вот именно регрессия создана для того, чтобы работать в этих задачах. А деревья, они как-то, количественные признаки сравнивают с какими-то порогами, это кажется какой-то надуманной проблемой, зачем нам возраст, там, сравнивать с 17 годами, с 20. И вдруг деревья, ну, естественно, я имею в виду лес и бустинг, основанные на них, они бьют регрессию вот в таких вот задачах. У меня есть предположение, что это именно потому, что предположение линейной регрессии, там, теорема Голоса-Маркова, но они такие сферические вакууми, которые никогда, по сути, не выполняются. И вот вопрос именно про деревья решений. Мы выбираем какие-то хорошие признаки, в идеале какой-то признак, который почти что таргет, да, нам четко разбивают люди на две категории. И все-таки мы оптимизируем какой-то функционал, и это чисто эвристика, да, там, информационные критерии, типа, неопределенности джинни или энтропийного приростной информации. Знаете ли вы какие-то исследования, которые бы нам гарантировали, что нужно именно вот эти критерии оптимизировать? То есть, какую-то связь, вот все-таки, да, вы специалист по вычислительной теории обучения. Есть ли какие-то работы, которые нам объясняют, почему вот мы, например, используем энтропийный прирост информации? Дает ли это какую-то гарантию, какую-то верхнюю оценку на ошибку обобщения? Или это вот просто эвристика вот чисто на опыте хорошо работает и good enough? Ну, смотрите, я тоже, конечно, думал над этой проблемой не один год. Ну, не то, что она меня так мучила все время, но время от времени я про нее вспоминал. В результате я пришел, в результате собственных размышлений, да, я пришел к такому выводу, что, по всей видимости, деревья – это просто такие же аппроксиматоры, универсальные аппроксиматоры функций, как нейронные сети или, как, скажем, полиномы. Но полиномы просто неудобные, они вычислительно неудобные, у них проблемы с неустойчивостью и так далее. То есть, у каждого такого семейства универсальных аппроксиматоров есть какие-то свои плюсы и свои минусы. Вот у нейронных сетей тоже есть свои плюсы. И, по всей видимости, вот эти вот решающие деревья для регрессии, ну, что это такое? Это такой кусочно-постоянный аппроксиматор. И здесь действительно вот то, что у них пороги, это, по всей видимости, совершенно не важно. Важно то, что они обладают достаточной гибкостью, чтобы подстраиваться под любые, сколь угодно сложные функции, с одной стороны, а с другой стороны, они обладают инструментами, которые удалось найти, разработать, против переобучения. И когда вот эти вот вещи две объединились, и это оказалось, что бустинг с решающими деревьями, он просто способен аппроксимировать достаточно сложные функции, не сильно переобучаясь, делает достаточно хорошо. Ну, вот и все. Значит, на вторую часть вашего вопроса у меня ответ вот какой. Действительно, почему именно информационный критерий, почему именно критерий Джинни? Первая часть ответа. Критерий Джинни – это просто очень хороший аппроксиматор для энтропийного критерия. Просто возьмите график энтропия и возьмите график параболы, которую строит Джинни. Между ними почти никакой разницы. Хотя одна функция из логарифмов состоит, а вторая – это кусочек параболы. Но они почти одинаковые. Параболы просто считать проще? Параболы считать просто не надо, считать логарифмы. Поэтому логарифмы, если докопаться внутрь, как он считается, такая замороченная функция, которая требует вычислительного ресурса гораздо большего, чем вычисление параболы. Поэтому Джинни лучше использовать, чем энтропийный критерий. Хотя за энтропийным критерием стоит мощнейшая теория информации. Но вы можете всю эту теорию информации привлекать, а потом говорить, а вот мы этот критерий аппроксимировали, потому что на самом деле аппроксимация – там вот такая щелочка. Они почти похожи. Но на самом деле, если попробовать другие какие-то критерии поприменять, альтернативные, и кроме энтропийного, кроме Джинни, существует еще масса способов. Когда у вас возникает многоклассовая классификация, там еще куча тонких вещей надо учесть, связанных с несбалансированностью классов и другими проблемами. И оказывается, что более-менее все равно, что из этого применить. А вот вы говорили про всю мощь теории информации, и вот все-таки вся эта мощь как-то выливается в... Нет, она вылилась только в этот критерий. Да, то есть, критерий нам вообще никаких никаких не дает. По всей видимости, ответ на вопрос, почему это все работает, надо искать где-то в другом месте. И искать его, прежде всего, надо в том, что, первое, решающие деревья и их композиции, взвешенное голосование, это универсальные аппроксиматоры функции. Они оказались более-менее удачными. Почему композиция работает? Вот на этот вопрос статистикал Лернг Севери ответ нашли. Да, там все дело в увеличении маржина, отступа или разделяющей полосы между классами. И когда вы строите в бустинге еще и еще деревья, вам каждое следующее дерево фактически добавляет новый признак. И на единичку увеличивает размерность вашего пространства, в котором вы ищите решение. Так вот в этом пространстве постоянно растущей размерности у вас увеличивается зазор между классами, и из этого теоретические оценки вам дают, что переобучение у вас будет контролируемым. Вот здесь оказывается собака порылась, и совершенно не важно, что у вас там было дерево, или может быть какая-то другая немножечко конструкция, а уж какой критерий вы там использовали для того, чтобы расщеплять в дереве вот эти ваши вершины, это вообще не важно. И можно пробовать еще десяток других эвристик, и они будут работать не хуже в итоге. То есть когда вы системно рассматриваете весь комплекс проблем, всю вот эту вот структуру довольно громоздкую, и задаетесь вопросом, а почему эта ерунда работает, то ответ может находиться совсем не там, где, как вам кажется, его надо в первую очередь искать. То есть может быть кажется, что его надо искать в критериях информативности, но вроде бы есть понимание сообщества, что нет, ответ лежит в том, что маржины увеличиваются в пространстве растущей размерности, и это связано в первую очередь с голосованием большого количества деревьев, а вовсе не с тем, какой критерий вы используете в самом дереве. А то, что все-таки бустинг переобучается на практике, вот начинается с какой-то итерации, ошибка там на валидации растет, вот как это согласуется с теорией? Ну, все переобучаются, и Random Forest может тоже переобучаться. Это зависит от самой задачи, от кучи разных факторов, но это переобучение, оно, ну, горе называть это переобучение. Смотрите, когда вы строите кривую, как у вас зависит качество на контроле, вот числа деревьев, которые вы взяли, и вы видите, там широкий, приширокий, пологий оптимум, то есть у вас все стало хорошо после 500 деревьев, и до 3000 продолжается все хорошо, а потом возвращается маленькое переобучение, но это смешно называть переобучением. Ну да, оно там возникает по каким-то, в общем, причинам второго и третьего порядка малости. Это не та проблема, которую стоит изучать в смысле решения прикладных задач. Для прикладных задач, ну, пожалуйста, возьмите этот самый оптимум, он очень широкий, возьмите где угодно. Ну, на практике, да. На практике пытаются взять минимальное количество этих самых деревьев, просто из соображений вычислительной эффективности, и бритва Акама, значит, минимальное количество деревьев, при котором качество уже нормальное. Ну, оно будет оставаться нормальным, если вы возьмете вдвое или втрое больше. Потом начнется переобучение. Зачем туда идти? Ну, я хотел добавить, что даже с самим деревьем дофига разновидностей, то есть это не только классические карты, а есть и деревья, которые, деревья просто набор из правил, вот, правило, это тоже деревья. А в вершинах деревьев, в листьях можно строить классификаторы, и всего, что усталкивает. Да, просто деревья стали такими популярными, потому что они простые и быстрые. Вот, есть платье про то, как правильно, вот, адаптированными ингредиентными методами строить абсолютно правильное дерево. Ну, это просто будет очень долго, очень инфлюктивно, вот, вместо того, чтобы... Что такое правильное, тоже не очень понятно. Ну, с точки зрения того, как оптимальнее всего сметить, вот, и все это оптимизировать, вот, на всех уровнях. Потому что, действительно, построение дерева, которое было бы оптимально с точки зрения обучающей выборки, это НП полная задача. Действительно, есть масса юристик, чтобы ее решать, но это абсолютно бессмысленно и не нужно, потому что все равно у вас остается вопрос, а какая будет обобщающая способность? И вам нужно пытаться как-то вот оптимизировать совсем по-другому, и сплитинг-критерии в этой связи тоже, в общем, могут быть и совершенно другие, но если вы из этих деревьев строите композицию, опять-таки, вам все это не нужно, потому что вам достаточно построить очень много по-разному плохих деревьев, и вам это взвешенное голосование в итоге вот за счет принципа увеличения маржина на вытянуть вам качество. Поэтому можно залить на то, что используют внутри дерева, потому что оно было быстрее. Тоже вопрос тонкий. Когда-то в Яндексе подбирали технологию для ранжирования, и не сразу, и не быстро пришли к Матрикснету. Матрикснет от градиентный бустинг над Oblivious Decision 3, это специальная конструкция решающих деревьев, такие вот небрежные деревья, которые, еще их называли Decision Table, они грубо бьют пространство на большие такие куски, и в каждом куске дают свой ответ. Очень простой такой, и отдельно очень плохо работающий классификатор, но тем не менее, когда их в композицию объединят несколько сотен, или даже тысяч штук, то у вас все будет замечательно. И когда вот эту вот технологию пытались найти варианты, найти лучший вариант бустинга над решающими деревьями, перепробовали массу всего, и в итоге остановились именно над этим. Вопрос для меня, он остается без ответа. А почему именно Oblivious Decision 3 давал лучшие результаты на целой серии задач? Почему не какая-то другая конструкция? И для меня ответ только такой, ну какая-то должна же была оказаться лучше. А вот почему это настолько тонкий теоретический вопрос, настолько там различия невелики, и настолько там все зависит от того полузадач, на котором вы тестируетесь. Ну да, вот для поиска и для еще десятка задач оказалось, что эта конструкция крайне удачная. Найти удачную конструкцию, это инженерная задача. Обосновать, почему эта конструкция более удачна, чем остальные, это сложная теоретическая проблема, которая вообще может быть никогда не будет решена. Про практику, вот есть Кегл-плаформа, у нас есть товарищи, которые люто топят за нее, выражают мысль, что Кегл это такой чуть ли не огромный мегамозг, что, ну в том смысле, что сидят уже действительно тысячи людей, и они местами как макаки, местами осознанно они настраивают там гиперпараметры, можно назвать Кегл таким одним огромным гритсерчем, который сам выберет работающие решения. И более того, многие считают, что вот выходят какие-то новые алгоритмы, новые идеи, и что они должны проверяться именно на Кегле. И действительно эффективно проверяются, и Кегл отсеивает как раз то, что работает от того, что не работает. Много, с другой стороны, таких набросов на Кегл, я лично вижу много минусов в нем, и хотелось бы, да, интересно, вот ваше мнение вообще в целом, какие плюсы и минусы у соревнований Кегл, и если бы вы там себе в команду брали человека, вот вы смотрели бы на его опыт Кегл или нет? Ну, много сразу вопросов, я наверняка по ходу ответа забуду про часть из них, вы мне напомните. Главный плюс Кегла в том, что он есть. Я считаю, что это очень важно, что есть такой механизм, где можно давать задачи на конкурсы. В чем минус? В том, что очень часто задача выхолачивается и придумывается какой-то искусственный функционал, либо выборка не очень соответствует реальным данным и реальным условиям применения. Ну, в общем, короче, те решения, которые с большим трудом участники находят, они могут оказаться не жизнеспособными, если рассматривать эту задачу как задачу бизнес-применения потом. То есть, да, мы с помощью Кегла узнаем, кто у нас клевый решатель задач, где центры компетенции, мы знаем, какие алгоритмы в принципе можно было бы применять, но мы можем с грустью узнать, что все победители в лидерборде применяли что-то настолько замороченное, что мы не сможем строить этот бизнес-процесс. а может быть на два порядка более простое решение, которое дает на полпроцента худший результат, уже будет решать нашу бизнес-задачу. То есть, вот эта соревновательность по единственному критерию качества во что бы то ни было, это, конечно, минус. Вот, я смотрю на конкурсы анализа данных как на некий новый механизм тендеров в том, что мы называем цифровой экономикой. То есть, я вижу в этом самую главную миссию конкурсов, но они, наверное, должны стать не совсем такие, как Кегл. То есть, они должны стать тем инструментом, где какой-то бизнес или там какая-то научная организация, которая имеет задачу сложную и хочет привлечь сообщество к ее решению, она готовит данные, открытые данные, на которых все потом соревнуются. Это очень классная мысль. И это очень эффективно с точки зрения вообще экономики, потому что вы очень быстро получаете знания верхнего предела качества, что вообще может достичь сообщество. Сообщество соревнуется, в общем-то, не за деньги, а за свою репутацию, и поэтому это очень дешево для компаний, организаторов этих конкурсов и владельцев данных. То есть, это эффективный экономический механизм для того, чтобы понимать, насколько эффективна та или иная задача сейчас может быть решена, и найти быстро, а кто может решить эту задачу. Эффективность просто не сопоставима с любыми тендерами, открытыми или закрытыми, неважно, с их бюрократии. То есть, это очень такой действенный механизм. С другой стороны, вот в чем, мне кажется, плюс, но это уже, наверное, не Кагл, потому что Кагл как раз эту задачу не решает. Это способ популяризации тех или иных задач в сообществе. Время от времени люди, у которых не хватает компетенции, задаются вопросом, а что такое цифровая экономика и вообще из чего это состоит и про что это все. Ну, идите смотреть на Кагл, какие задачи там решаются, и вам примерно станет понятно, о чем у современного сообщества и бизнеса, и научного болит голова и какие задачи они выносят на конкурс. Это, конечно, не стопроцентное понимание того, где нужен Data Science сейчас, потому что многие задачи не выносятся на конкурсы, но тем не менее. Но все-таки, когда на Кагле ставится задача, она ставится для профессионалов и подразумевается, что люди сами разберутся и в данных, и в постановке, и поймут, зачем это, и главное, у них есть свои мотивации для того, чтобы задачу порешать. Но мне кажется, что конкурсы анализа данных в ближайшие годы возьмут на себя еще одну важную миссию и социально значимую миссию объяснить обществу, где нужен Data Science. И тогда вы не просто выносите задачу на конкурс, а вы решаете еще одновременно задачу популяризации. Вам нужно привлечь к этому конкурсу широкое сообщество университетское, студентов, профессоров и даже школьное зацепить, школьных учителей зацепить, школьников в те же самые кружки. Но для того, чтобы вот этот широкий пласт привлечь к решению реальных практических задач, вам нужно будет рассказать о конкурсе совершенно не так, как это делает сегодня Кагал. Вам нужно будет обернуть это в фантик популяризации, рассказать об этом вкусно, сделать ролики на Ютьюбе, сделать какие-то маркетинговые шаги, может быть. Что-то такое, мне кажется, начнут делать, и это история про популяризацию науки. Есть еще один очень важный, интересный момент, новый, что анализ данных и data science, они становятся той точкой входа в любую отрасль науки и легкой точкой входа, потому что, чтобы, например, сделать эксперимент в области физики, вам надо быть физиком, вам нужно пройти через тернии и обучиться этой легкой профессии, и вам нужно иметь доступ к экспериментальному оборудованию, много-много чего нужно. И тут вдруг приходит конкурс анализа данных, который вам выкладывает данные с адронного коллайдера, и вы, не имея всего этого, можете взять и очень просто попытаться это сделать на своем рабочем компьютере, и совершенно мало усилий к этому приложить, что-то попробовать, но руками уже пощупать. То есть у вас не будет физической установки в руках, у вас будут данные с нее в руках, но это уже очень много. И если у вас достаточно одного желания, чтобы взять в свои руки и попробовать данные из биоинформатики, из молекулярной биологии, из геологии, вы поймете, как нефть добывают, как вообще полезные ископаемые залегают, вам станет понятно многое там про астрономию, про социологию, про много-много разных областей. У них у всех сейчас есть данные, и наличие данных и постановки задачи, интеллектуального анализа данных, оно становится точкой входа в любую науку. И это повод заняться популяризацией науки. и любой человек, поняв общие принципы, пройдя через простой популярный курс введения, взяв эти данные, обладая элементарными навыками программирования, он уже может руками пощупать. То есть, мы на порядке расширили аудиторию и дали людям возможность погрузиться в современную науку через анализ данных, через открытые дата-сеты и через конкурсы. То есть, вот мы сократили путь людям к познанию мира, на самом деле, то есть, если возвращаться исходно к началу разговора. И поэтому, мне кажется, что роль конкурсов, она просто офигительная сейчас может стать. То есть, если люди увидят эту возможность и соединят конкурсы как некий экономический механизм, как эффективно решать задачи, плюс как некий социальный механизм, как дать людям простую точку входа в науку, но для этого туда нужно добавить популяризацию. Если это все соединится, мы начнем рушить барьеры между людьми и знаниями. Мы начнем де-факто действительно входить вот в то, что называется knowledge society. С нашей стороны может быть последний вопрос. Каким спортом вы занимаетесь? Последние два года никаким. У меня не стало времени, чтобы заниматься спортом. Как спорт? Нет, каглом я вообще никогда не занимался, в отличие от моего очень уважаемого и любимого коллеги Саши Дьяконова. Вот он решил на этом сделать ставку и он молодец. Я вот уже, наверное, слишком стар. Я в какой-то момент понял, что надо уходить из большого программирования и каглом возник после этого. Поэтому я сам каглом руками никогда не занимаюсь, но очень поощряю, чтобы этим занимались мои ученики. О, и тут же последний вопрос. Пред, пред, последний. Сейчас действительно последний, потом вы, может быть, если у нас спросите, а куда деваются машинлернеры и датсайнти в районе 40-45 лет. Потому что я смотрю в компанию, мой возраст, наверное, он такой медианный, может, медианный, 30 лет все-таки. И действительно, я не очень представляю, люди 50 лет, продолжают ли они датсайнсом заниматься, может быть, там вы ответите, что таких людей нету и датсайнс просто слишком молодой. Да, так и есть у людей такого возраста, просто не было шансов начать заниматься датсайнс в 20 лет, потому что слов таких не было. Но с другой стороны, анализ данных всегда был. И это уж точно очень старая область. Анализ данных был еще до того, как компьютеры появились. И вспомним Рональда Фишера, который получал свои выдающиеся результаты как статистик в 20-30-е годы. И там, скажем, Баевская теория классификации это середина 30-х годов. Компьютеров еще в помине не было. Вспомним Гаусс, который утверждал, что он пользовался методом на меньших квадратах в 1795-е годах. Да, совершенно верно. То есть метод на меньших квадратах еще более старая штука. И это он делал для того, чтобы изучать траекторию движения планет. Но, значит, люди, которые занимались статистикой, занимались машинным обучением, они вполне были и в 70-е и 80-е годы. И анализ данных тогда был. И задач много было тогда прикладных. И вспомним про кредитный скоринг, который именно в 70-е годы появился в американских банках. Так что, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, легко найти сейчас человека старше меня, который всю жизнь занимался каким-то анализом данных. очень много было этого всего в физике, обработка экспериментальных данных. Это всегда было, это никто не отменял. Но ваш вопрос для меня скорее в каком возрасте заканчивается программист. Еще один фильм. Я думаю, я думаю, да, что Data Science будет заканчиваться примерно в том же возрасте. Но я закончился как программист в 30 с небольшим лет, когда понял, что тысячу строк кода, который я написал две недели назад, я помню, намного хуже, чем тысячу строк кода, который я написал семь лет назад. Молодые люди, имейте в виду, что память у каждого человека, как физического существа, со временем только ухудшается, у каждого индивидуально, со своей скоростью, но программирование это отдельность, которая целиком основана на том, что у вас хорошая память. Пока вы помните вашу программу, ваш код, ваши все идентификаторы, вы способны в ней разбираться, вы эффективны. Но как только вы понимаете, что для того, чтобы вспомнить роль каждой вашей переменной, которую вы придумали в вашей программе, вам снова приходится лезть в то место, где она определена, и еще в пару мест, где она используется, и так раз за разом, и вы понимаете, что вы пишете вашу программу в 10 раз медленнее, чем он тот парень, которого взяли на работу совсем недавно, он на 15 лет младше вас. То есть программисты когда-нибудь заканчиваются. Я знаю очень мало людей, которые старше 40, и тем не менее программисты со свежими мозгами, которые готовы хоть завтра выучить еще один язык программирования за пару вечеров. Такие люди есть, но их мало. к сожалению, это наши особенности, чисто физиологические, как человеческих существ. Значит, куда идут программисты потом? Они становятся менеджерами проектов, потому что, несмотря на то, что вы прекратили помнить ваш код, вы приобрели бесценный опыт, которого, наоборот, молодежь не имеет. То есть, опыт управления проектами, опыт понимания того, как строить архитектуры, как строить информационные системы, и вы просто понимаете, что вы переквалифицировались, например, в менеджеры проектов. И ваш путь, если вам надоело кодить, попробуйте начать кодить на людях. Раньше вы кодили на питоне, теперь вы кодите на людях. Это один путь, я выбрал другой путь, я больше вернулся в математику, стал заниматься преподаванием. Там тоже, наверное, когда-то наступает предел умственных способностей, когда вы понимаете, что вы не можете обновлять ваш курс с такой скоростью, как это требует современный темп развития науки. Значит, придется уходить еще куда-нибудь, не знаю, в администраторы, сидеть на совещаниях и надувать щеки. Ну вот, что-то такое в этом духе.